Все лично вы сказали, что Господь исцелил человечество через страдания, поскольку этого требовали духовные законы. Так как человек усил запретного плода, то через страдания и надлежало ему исцелиться. Вот такой вопрос. Не является ли в таком случае Господь детерминированным со стороны духовных законов в таком случае? Дело вот в чём. Я же несколько раз вам повторил, что все божественные энергии и все сами законы, законы, о которых мы с вами говорим, и которые рассматриваем как некий объект, они все являются ничем иным, как в конечном счёте проявлением божественных свойств. Исследовать на божественные свойства, детерминированные они или нет, что он есть любовь. А вот захочет он, может он быть нелюбовью? А может Бог перестать быть Богом? О, не может! Ужас какой! А можно другого Бога создать? О, совсем тогда не Бог, не всемогущий. Вот теперь, в чём вся суть? О какой детерминированности здесь даже речи идти не может? Таковы свойства Бога. Ну, просто Евангелие Христос открыл нам. Раньше, помните, мы с вами говорили, Бог кто такой? Бог всемогущий. Что хочет, то и делает. Ну, разум, ну, творец, ну, справедливость. А христианство говорит, нет, да, это всё да, это нет, любовь. Ибо там, где нет любви, безумен разум, нет справедливости, нет истины. О, совершенно другой уровень постижения Бога. Таков Бог. Всё. И поэтому всё существует как целесообразно, прекрасно, недаром. Вы знаете, вот у романа Садкопевца особенно много, часто повторяется, когда Бог называется первичной красотой. Красота. Как мы иногда, знаете, увидим красоту, всё, мы очарованы, мы потрясены. Стой, кричи, посмотрите! Это ж невозможно! Я помню, однажды летел в Африку и с нашим, не консулом одним, и он говорит, я вам покажу, по-моему, в Сера-Леоне, кажется, я вам покажу, да, прекрасно есть место. И вот он повёз, повёз. Я действительно, вы знаете, хотел вот схватить и как бы это не потерять. Потрясающей красоты какое-то одно местечко было. Ну, как, как, ну, невозможно! Да, теперь, правда, фотографируют всё. Но я с собой никогда не брал фотоаппарата, вот искушение. Да, красота, она всё поглощает и очаровывает. Бог есть первичная красота! Баа! Любия!